Добрая в кавычках традиция проводить совещания при губернаторе во время его отсутствия. А зря, ведь ряд вопросов, судя по динамике их реализации, требует твёрдой хозяйской руки. Из тревожных новостей у нас вновь наметился рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Город Чита держится две недели практически на одном и том же уровне, но это, видимо, последние две недели, потому что все признаки к тому, что город Чита входит в рост заболеваемости. Коэффициент распространения инфекций по городу Чите самый большой – 1,24 составил. По районам края рост заболеваемости на 6% за прошедшую неделю и коэффициент распространения инфекций также был больше единицы. По всей видимости, так и не оправившись от третьей волны, Забайкалье входит в волну четвёртую. Но, как и в прошлые заседания, все предостережения главы Роспотребнадзора звучат как глаз вопиющего в пустыне. А ещё вчера закончилось самое ангажированное массовое мероприятие года – выборы в Государственную Думу. А тут ещё министр экономического развития Александр Бордалеев порадовал собравшихся одним смелым шагом в развитии региона. У нас идёт сейчас подготовка к Всемирному дню туризма. Вообще неделя объявлена международной недели туризма. Мы ряд мероприятий запланировали сейчас, по ним идёт работа. Ну и в том числе, отмечу, у нас сегодня мы встретили в рамках Всемирного дня группу блогеров и съёмочной группы, которая в том числе будет делать ряд съёмок и включать в свой фильм именно наш потенциал красоты Забайкальского края. О туризме прозвучало действительно сильно, но к красотам должна полагаться более-менее развитая инфраструктура, хотя бы в Чите. В первую очередь речь идёт о дорогах и транспорте, но вот с этим у нас, как всегда, проблемы. У нас, в принципе, все дороги в работе, всё пока в графике, даже некоторые есть опережения. Соответственно, здесь у нас никакого, скажем так, сомнения, что мы их своевременно сдадим, нет. По чистому воздуху, соответственно, ассигнования нам буквально в августе были доведены. Сейчас мы, соответственно, 16 троллейбусов, у нас уже контракт заключен. Соответственно, 1 ноября должна быть поставка. По 17 троллейбусам, соответственно, у нас завтра аукцион состоится. И по 4, которые тоже троллейбусы мы ранее запустили, там экономия 20 миллионов была, мы ещё один дополнительный троллейбус покупаем. Троллейбусы закупаются не просто так. Если по предполагаемой ветке в Каштаг будет заключен контракт на 99 миллионов, то уже начнутся работы по её строительству. Если не для предполагаемых туристов, то для всех жителей Читы.